Доброе утро! Я проснулась сегодня в 6.15. Не знаю, с какого вообще перепуга так рано, но мне надо, конечно, помыться. Может быть, ногти переделать, а может, не надо. Нет, я ногти давно хочу переделать, ну как давно, уже пару дней как. Значит, это как-то хочу и не хочу. Сегодня мы едем на день рождения к брату моего мужа Райана. Всё, я наконец-то помылась. Ногти делать не буду, потому что лень мне, короче, лень. И сейчас сижу, выбираю, какой чехол новый надеть. Потому что мне сказали, что если постоянно носить один чехол, то в него забивается пыль, всякие маленькие песчиночки, которые потом царапают корпус. Мы этого не хотим, поэтому сейчас будем менять. Итак, на выбор представлены... Так, почему у меня с экраном? Сейчас, секундочку. О, вот так в сто раз лучше. Итак, на выбор представлены вот такие чехольчики. Чехольчики. Это не все мои чехлы, но те, которые есть сейчас. Этот исключается, потому что я его носила только что. Так, у меня есть вот такие с собачками. Вот такой вот штука, который... Типа там вода какая-то внутри, и там всё плавает. Тоже бабочки, тут цветочки. Всё такое. Вот такой вот с бабочками. Но вот не в тему, здесь красные кнопки. Вот куда тут красные кнопки? Вот такой вот с крольчатами, с таким карт-холдером. И вот такой вот с цветочками. С цветочками. Райан пришёл. Скажи, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Лук молону антези. Молоний холдер. Показывает свой лук сегодня. Так, и последний чехольчик. Такой вот с бабочкой и с наклечкой. Вообще-то он был прозрачный, это я уже наклеила, но мне нравится. Вот, я люблю очень вот этот чехол, кстати. И, кстати, он тоже с карт-типа-холдером, но, знаете, вот эта штука, это гениальная вещь, потому что вот с такого карт-холдера хрен вы карту вытащите. Так, зачем я это сказала? В общем, я склоняюсь к вот этому чехлу, потому что я давно его не носила, но он делает телефон прям толстым, потому что у него этот слой ещё здесь. Этот чехол я тоже люблю, но я его тоже носила недавно. Кстати, хорошая вот эта фирма, чехольчики. На Вайлдберрис, кстати, вот это всё на Вайлдберрис заказывала. Вот. Вот этот чехол тоже. Ну, короче, сейчас какой, блин, выбрать, не знаю. Какой выбрать, а? Какой? Этот, этот. И вот этот. Сейчас все померяю и какой-нибудь выберу, короче. В итоге я выбрала чехольчик с переливающимися блёстками. Думаю, ладно, поношу его, потому что давно уже его не носила. Всё, остальные убираем обратно. Посмотрите, какую картинку. Это не картинка, это настоящий рисуночек, наверное, акварелью. Мы купили на ярмарке. Такой вот ослик, который выглядывает из-за забора с цветочками. Красивый, правда? Вот такой вот у меня лук. В таких шортиках я надела свою леопардовую кофту, потому что очень холодно. С утра уже все прям бизи-шмизи, все там что-то уже ходят, бегают, решают дела. У нас ещё тут свет ушёл, света нету. Вот. Я хожу, счастливая, снимаю видосик на телефон. А зарядки-то 12%. Пошла искать, короче, что делать. Выход из ситуации. Ну что? Ой, блин, нашла где снимать. Тут радио играет. Ну что, я накрасилась. Освещение. О, вот здесь вроде ничего, словила. Вот так вот я накрасилась. У меня тоналка, пудра, румяна и бронзер. Всё. Будет ещё помада, но она вообще бесцветная. Просто блеск для губ. Не хочу перегружать, а то буду выглядеть как эта. Вот. Мне вот так нравится. Я ещё, бывает, такую красную помаду наношу, но сегодня не буду. Решила показать вам. Как вам? Нормально? Так. Давайте разберём мою косметичку. Это такие косметички из Turkish Airlines. Так, в общем, вот этим я вообще не пользуюсь. Почему она зелёная, я не знаю. Так, это моя пудра. Тут даже цена осталась. 280 сомов. Это просто такая бесцветная пудра, короче говоря. Так. Так, Evelyn Variette. Это тут бронзер, румяна и хайлайтер. Хайлайтер вообще полное дерьмо. А вот этим, вот этим ещё можно пользоваться. Чем я и пользуюсь. Вот это я вообще не поняла. Все советовали, я купила. Ничего не поняла. Он у меня катается вот так, такими катышками на лице. Не пользуюсь, короче, им вообще. Вот этим я пользуюсь. Это мой тональный крем. И почему-то он уже почти пустой. Хотя я не могу сказать, что я прям так часто крашусь. Вот. В оттенке 0,3. Это польский. Польская косметика, по-моему. О, тут тоже цена даже осталась. Так, что ещё тут есть? Тут ещё есть вот это. И я этим тоже, к сожалению, не пользуюсь. Не приловчилась. Какая-то слишком густая подводка. Вот эта вот штучка здесь тоже. Я пробовала другими кисточками. Тоже не получилось у меня ничего. Угу, братье. Вот. А это у нас что? А это консилер. Он мне по цвету кожи не подошёл. Вот. Я его тоже не использую. Наверное, то, что я не использую, надо будет отдать, да? Кому-то, кто может будет этим пользоваться. Он вообще новый. Вот это и вот это я покупала вместе. И ни этим, ни этим вообще не пользуюсь. Я попыталась праймером один раз попользоваться, но у меня ничего не получилось. Вот. Два средства, которым не пользуюсь. Короче говоря, вот мой арсенал. Это вот эта вот штука. Вот эта вот пудра. И вот эта вот тоналка. Всё. У меня есть ещё карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Хороший карандаш. Мне там щёточка нравится. Мой макияж уже всё. Это мы уже пришли вечером со дня рождения. Вернулись домой. И свекровь решила пожарить самосы. Это такие пирожочки в форме самс. Очень вкусно. Хотела рассказать вам про вот эти лосины. Свекровь купила две пары на ярмарке. Две пары за 700 рублей где-то. Представляете? Всего лишь 350 рублей пара. Материал называется батта. То есть масло переводится. Это полностью синтетика. Тут 5% спандекс и 95% полиэстер. Но тут какая-то странная технология производства. Они очень нежные на ощупь. Они не скатываются. Катышек вообще не будет. И они не дают, не накапливают статическое электричество. Что для меня очень важно. Потому что я именно из-за этого электричества не люблю синтетические вещи. Я вот сколько уже ношу. Сколько я уже ношу. Где-то недели две. Этими штанишками я пользуюсь. Они очень классные. Если еще будут такие на ярмарке, я куплю еще сестренки и тети, наверное. Я делаю маникюр. Я все-таки не удержалась и буду делать маникюр. У меня в этот раз просто супер-пуперски получается. Очень чисто. Я даже смогла базу под кутикулу завести. Что у меня очень редко получается. И в этот раз без порезов. Так что я молодец. Буду продолжать. Доброе утро. Наколушка. Красавчик ты мой. Улегся в детской постели. Значит, любит он тоже вот это место. И лежит. Да, Миколе? Мужелетой. Представляю вашему вниманию маникюр, которым я горжусь. Идеально вычищенная, отполированная кутикула. Почти идеальное покрытие. Но я его потом выровняла топом. И даже какой-то небольшой намек на дизайн. Ну как вам? А, ну все, конечно же, под кутикулу. В общем, мне нравится. Сейчас правую руку покажу потихоньку. Вот она, правая рука. На среднем пальце немножко есть факапчик. Но это вообще, по сравнению с тем, что у меня бывают порезы, кровища, это еще нормально. Вот такая красота у меня. Кстати, референс я вставлю. Картинку с референсом я вставлю. Вот сравните и напишите, как вам получилось у меня повторить. Это на самом деле синий цвет. Просто почему-то он как будто как черный смотрится. Но я с собой довольна. Вот такой у нас сегодня шикарный солнечный денек. Ветерок такой теплый, приятный. Все, наконец-то погода становится снова такая вот теплая, жаркая. Соло, ты что у меня тут? Храпишь, что ли? Храпит. Храпит. Он старенький стал. В этом году он вообще постарел. Если он раньше всегда бегал с нами вот на прогулку, там, когда мы куда-то на квадроцикле ездили, то сейчас он не бегает вообще. Он выбегает за ворота и сразу останавливается и обратно домой идет, бедненький. Так, что, я вышла только с душа. У нас утром в гостях была одна знакомая врач. Она то ли врач, то ли медсестра. Я так и не разобрала. И она предложила нам всем поставить витамин В. У нее там все были иглы, стерильные, все нормально было. И она нам всем поставила. Я тоже согласилась. Хотя я не знаю, есть ли вот какой-то эффект, если просто вот так, как бустер один раз поставить витамин В. Потому что, насколько я помню, мне всегда витамин В этот кололи курсом. Типа, да, вот после антибиотиков. Раз и там 10 дней, по-моему, кололи этот витамин В. Ну, я думаю, что хуже не будет, да, я думаю. Кто знает, напишите. Вот. Я сейчас сижу, жду, пока высохнет у меня голова. Потом нанесу все вот эти вот штуки на нее. И пойду гулять к Райну пойду. Посмотрю, что он там делает. Ё-моё, дядя Раня. Они уже поставили здесь раму вот эту дверную, куда будет дверь вставляться. Вон она что-то там ковыряется в электропроводке. Ну, это еще пока не проводка, это просто они провели как бы трубки такие, чтобы потом проводку проводить. Вот тут работает. И говорит, что еще вот окно будут вставлять, дверь вставят. И все, да? Потом покрасим, покрасим краской. Да, и потолок поставят, и все, и комната в принципе технически готова. Готова, да, будет скоро? Ты понял? Нет. Ну, скоро-скоро, понял? Скоро и сун. Да, скоро-скоро. 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 Скоро-скоро готов. Скоро-скоро. Скоро готова. Рэдди. Фертих. Да? Да. Скоро будет уже рэдди. Пока. Он говорит, как раз, когда уже надо будет мне, говорит, тебе говорить пока, когда ты уже поедешь домой. Ну, как-то так вот мы и общаемся. Несмотря на то, что я переводчик, и, кстати, учитель английского языка, со своим супругом мы общаемся по-русски. Я ему сразу сказала, скорее я тебя научу по-русски говорить, чем буду разговаривать чисто по-английски. Это правда. Вот. А что плохого в том, чтобы по-русски говорить, да? Я считаю, что ему это не помешает. Ой, такая сегодня погода. Вот это ещё со вчерашнего дня началось. Вот это потепление, что тепло стало, прям вот приятно. До этого всё-таки холодно было, и по ночам холодище было. А сейчас я замечаю, так вообще отлично становится последние вот эти два дня. Если заткнуться на пару секунд, то можно услышать вот эту вот обалденную тишину, птичек, всё остальное. Вот в таком тихом месте мы и будем жить скоро. Дай бог. И смотреть вот на эти шикарные горы. Супер. Хотите, я расскажу вам, что такое везение. С утра я закинула стирку, и случайно попалась вот эта ручка в стирке оказалась. Не знаю вообще, как, где она была, но не суть. Суть в том, что, конечно, в воде она потекла. Вот она вся потекла. Но она потекла именно вот на вот эту футболку Райана, которую надо выкинуть. Все остальные вещи она вообще никак не затронула. Давайте глянем мою библиотеку. Что я сейчас читаю? Кстати, я дочитала, наконец, братья Карамазовы. Я даже из библиотеки уже удалила. Вот. Мне очень понравилось. Всё равно, несмотря ни на что, Достоевского я очень люблю. Вот. Но не буду ничего рассказывать, не буду ничего спойлерить. Хотя, роману уже тысячу лет. Так, что у меня тут есть? Да, я хочу прочитать «Капитал» Маркса. У меня вот три тома есть. И вот сейчас я читаю «Собор Парижской Богоматери». Мне очень нравится Виктор Гюго. Я его очень люблю. Я вообще читаю только своих любимых, в общем, авторов. Я почти уже закончила этот роман тоже. Я не могу оторваться. Вот по ночам, как начинаю читать, не могу оторваться, пока вот не узнаю. Всё. Я вот так вот читаю. Если мне нравится какой-то роман, если мне нравится какое-то произведение, я просто могу всю ночь читать, пока вот до конца прям не дочитаю. Но вчера читала я до полтретьего ночи, и потом уже подумала, что нет, надо спать. Отложила всё и спать легла. Вот. Что следующее буду читать, пока не знаю. «Капитал», наверное, навряд ли. Что-то я как-то откладываю его, откладываю. Потом подумаю, что читать ещё буду. Меня спрашивают, кем работает мой муж. Он говорит, я не работаю, я играюсь. Вот. Мой муж продаёт яйца. Вот сегодня они грузят на очередную доставку вот столько яек. Я раньше не думала, что яичный весь этот куриный бизнес это такая сложная ерунда. Но на самом деле это вообще капец. Вот эти яйца, когда курица только начинает нестись, они такие маленькие, и их нельзя продавать. То есть их надо как-то отдавать по дешёвке, договариваться с кем-то. Какие-то производства не хотят такие яйца, допустим, брать. Они хотят сразу большие. А нам надо ждать, пока курица разнесётся и начнёт большие яички. Can I show you egg room? Please. Я у него спрашиваю, можно снять в твоём хранилище яичек? А вот это что за яички? Это, в общем, сегодня Джилл упала и разбила яйца немножко. Посмотрите суды! Ё-моё! Hello, guys! Hello! Don't worry, I'm not filming your faces. Посмотрите, сколько тут яиц! Вот так выглядит работа моего ранней. Вот. Это доска с клиентами. Amazing. Amazing. So, do you like your hobby? Я говорю, тебе нравится это хобби? И вот его реакция на этот вопрос. Ты устал? Да. Курицы не спят, да? Постоянно какая-то движуха. Ребят, я буду уже заканчивать видео. Спасибо большое, что посмотрели. смотрите, подписывайтесь. И дальше будет еще интереснее. Так что оставайтесь здесь. ну и здесь. Продолжение следует...